В преддверии 8 марта, ну вот случайно наткнулся на этот клип, Дауни своей, как говорится, оппонентши и стервы. Ну ведьмы. Славянские народы эти, голландцы. Секунда хороша. Хорошие кадры. И вот концовка, концовка клипа, концовка. Баба садится на шею, дракону. Ну вот такой клип, концовка. Что я могу сказать, певец пророк Самбоя. Не спорю, клип хорош, особенно 39 секунда, где вот забирает дракон ее. Но песня говно сама. Говно песня. Противостояние меня, певца пророк Самбоя и солистки и ведьмы этой группы, началось еще с 2016 года, с песни «Остров», где я, пророк, показал, как надо петь. Знаете, это противостояние мужского начала за простой бедный народ и женского, и ее эгоистичного начала. Все для себя любимые, сучки. Все для себя любимые, сучки. И пророк Самбоя показал я, что так нельзя делать, жить так нельзя эгоистично, только для себя, для своего тупого обогащения. Только для себя они живут, некоторые бабы. Но дамочка не унимается. Видишь, она в конце клипа, сука, садится и проплевывает свое захомутание мужчин. Садится дракону на шею. Правильно сказал Ницше, идя к женщине, возьми с собой плетку. Возьми с собой плетку, идя к женщине. Видишь, она села дракона на шею. Это она мечтает так. Весь мир мужиков вот так захомутать. Отнюдь я не жена ненавистник. Нет. Я не жена ненавистник. И жену люблю свою. В пределах разумного, допустимого. Но вот эта тварь солистка проплевывает и рекламирует тупое доминирование на мужским. Тупое доминирование на мужским населением земли. Эгоизм особенно неудовлетворенной женщины. Неудовлетворенной. Надо вовремя останавливать. Иначе это доведет до уничтожения земли. Потому что природа женщин не изучена. Это создатели решили, что они правы. Вот так, как мы сейчас живем семьями и прочее. Но когда женщина в ярости чувств, она бесцеремонна и жестока, слепа. Это надо помнить каждому. Она делает зло. И женская вот эта вот кровь, которая течет, это опасная для мужчин кровь. Самый дикий яд. Яд. Ну, подростки не понимают это. Потом только. Как говорила мать моя, Нина Ивановна, говорила. У женщин это вот дикое мясо. Правильно сказала? Вспоминаю мать. Да. Женское, мужское противостояние идет в мире. А сейчас в Москве она победила. Я как бы бабы в этих телеканалах. Смотришь, блядь, да что такое. Во всех рекламах бабы как будто вот все заебись. Люди голодают, блядь, в мире. А у них все заеби. Вот живут в каком-то придуманном мире, как они хотят. Они живут в своем придуманном мире. Любую передачу возьми. Сейчас включи телевизор. И вот они там вот это... Откуда они это все взяли, блядь? Эти режиссеры бабы. Они так хотят. Феминистки. Злодейские. Ну так же нельзя, надо уважать и мужчин нас, мужиков нас уважать. Что ж это бабы творят. Вот поэтому все войны, блядь, и начинаются из-за этих вот феминисток, баб неудовлетворенных. Все. Они мужиков, своих мужей рогатых подлупливают. Иди, блядь, то. У соседей есть то. И я такое хочу еще лучше. Иди то купи, иди то, блядь. И мужики становятся идиотами. И начинается грызня, блядь. Начинается война между друг другом. Злодеи. Надо вовремя останавливать зажравшихся, зажратых собак. Вот такие зажратые собаки. Ну вот так, блядь. Она дракона села на шею. Мразь. Такое размышление пророк Санбоя. Хотели? Пожалуйста. Я женщин люблю, уважаю. Но в пределах разумного понимания. А вот это когда тупое вообще. Я это не понимаю и не хочу понимать. Тупое. Тупое. Не хочу понимать. Женская проплевку такую.